Добрый вечер, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Начинаем наш сегодняшний вебинар. Прежде всего уточните, хорошо ли меня видно и слышно, поставив плюсики в общем чате, если это так. Да, пока не вижу от вас обратной связи. Если все в порядке, то... Да, вижу, все, спасибо. Да, переходим к нашей сегодняшней теме. Мы сегодня будем говорить об использовании индикаторов в своих торговых стратегиях. И, конечно, нужно сказать, что эта тема очень важная, потому что огромное множество торговых стратегий, причем весьма эффективных, построено именно на использовании одного или нескольких индикаторов. Поэтому именно сегодня мы обсудим наиболее удачные комбинации индикаторов, которые могут быть использованы в настоящее время, в нынешних условиях рынка. Но сначала обсудим и буквально быстро рассмотрим те основные индикаторы, которые в принципе существуют в терминале МТ4, которым мы пользуемся. И давайте перейдем уже в торговую платформу и посмотрим, что в ней есть. Я думаю, наверняка каждый из вас обращал внимание на список индикаторов, который представлен в платформе. Напомню, что добавить индикатор к графику можно несколькими способами. Можно сделать это через вставку и выбрать далее индикаторы. Можно нажать на плюсик зеленого цвета в верхней части терминала. Также у нас появится всплывающее окно, позволяющее прикрепить любой индикатор к графику. И можно добавить его через левое меню, также выбрав среди списка индикаторов, необходимый именно нам. Говорим о типах. Если мы говорим о типах индикаторов, то нужно отметить, что существует несколько основных групп. Это трендовые, осцилляторы и индикаторы объемов. Индикаторы Билла Уильямса и пользовательские. Это низкоотдельные группы. И, в принципе, они включают в себя как трендовые, так и осцилляторы, так и индикаторы объема тоже. Если мы говорим о трендовых индикаторах, то, конечно, я думаю, каждый из вас уже так или иначе сталкивался с понятием Moving Average. Это простая скользящая средняя линия. Это простейший индикатор, который может быть использован в торговле. И на самом деле на его основе построено множество эффективных торговых стратегий. Являясь очень простым по своей сути, он, тем не менее, является и крайне эффективным. Почему? Потому что он построен на таком принципе, как среднее значение цены за какой-то промежуток времени. Например, если мы ставим период при установке этого индикатора 50, то у нас последняя точка, по которой отрисована данная линия индикатора, будет соответствовать среднему значению 50 последних свечей на графике. Данную липу баров, если мы используем бары. То есть можно здесь вспомнить о том, что рынки цикличны, и цена так или иначе возвращается к своим средним значениям. Рано или поздно это происходит. То есть всегда существуют, помимо движений по основному тренду, еще и откатами. Поэтому в любом случае будет цена всегда вращаться и двигаться вокруг линии moving coverage, с каким периодом бы мы ее не поставили. Другой вопрос в том, что чем меньше период, тем больше касаний будет со стороны цены этой самой линии. Напомню, что два основных варианта использования moving coverage есть. Первый вариант – это мы просто наблюдаем за поведением цены относительно индикатора. То есть когда цена находится ниже линии, мы ориентируемся на продажу, при этом выставляя стоп-лосс, скажем, за линию. Либо мы ориентируемся на покупку уже в случае, если цена находится выше этой линии. И также мы используем по аналогии с использованием уровней поддержки и сопротивления, мы используем стратегию отбоя или пробоя линии индикатора. И второй способ использования данного инструмента – это использование нескольких moving coverage. То есть мы можем поставить одну с периодом 50, как вот это уже сделали сейчас, а вторую с периодом, скажем, 100. И наблюдать за поведением уже линий относительно друг друга. То есть как только линии пересекаются, у нас появляется сигнал на покупку либо на продажу. Да, опять же, смотря в какую сторону произошло пересечение. Например, можем видеть, что по фунт-доллар паре на часовом графике уже очень давно находится цена под moving average. И причем, заметьте, как в определенные моменты появляются очень качественные точки на открытие сделок. Это происходит в данный момент времени. И несколько позже также у нас есть две отличные точки для входа в рынок по направлению основного тренда, то есть вниз. И если мы ориентируемся на эту торговую стратегию, на данный индикатор, то, конечно, пока у нас не будет закрепления ценой выше хотя бы одной из линий, а лучше выше двух линий. И если мы используем второй вариант использования данной стратегии, именно пересечения линий между собой, то дожидаемся этого сигнала для открытия сделки на покупку. То есть в ином случае мы не торопимся со сделкой на покупку и, как оказывается, сохраняем свой депозит в большей сохранности, то есть более целостном, потому что, опять же, торговать против тренда сейчас, особенно по фунту, крайне небезопасно. Ну вот это тот индикатор, с которым, я думаю, так или иначе вы уже сталкивались, были знакомы. На его основе строятся и прочие трендовые индикаторы. Мы можем выделить из наиболее полезных, которые мы рекомендуем клиентам и используем в технической аналитике, в подготовке таких материалов, прежде всего, нужно отметить индикаторы и шумоку и ленты, линии Боллинджера, как их называют, либо попросту Боллинджер Бенц. Сейчас также мы их рассмотрим, нанеся на график, рассмотрим то, как они работают и что из себя представляют. Индикатор и шумоку являются, может быть, на первый взгляд, каким-то громоздким, занимающим много места на графике и, казалось бы, много непонятных линий. Но все предельно просто, если мы будем, опять же, ориентироваться на ту методологию его использования, которая является общепринятой, то здесь нужно отметить, что те же самые аналоги Moving Average присутствуют в данном индикаторе. Существует пять линий индикатора, причем две из них наиболее важны. Это те линии, благодаря которым образуется так называемое облако цены шумоку, даже штрихованное облако цен. И именно оно определяет тренд, который в настоящий момент преобладает на рынке по тому или иному инструменту. То есть все просто. Если цена ниже облака, значит тренд нисходящий, ориентируемся на продажу. Если выше облака, ориентируемся на покупку, то есть уже ориентируясь на восходящий, опять же, тренд. И, например, в данный момент мы видим, что фунт на часовом графике находится внутри облака и шумоку. Это может говорить о том, что либо происходит боковая консолидация, либо происходит постепенный разворот цены. И в скором времени мы можем увидеть рост котировок по паре фунт-доллар. Линии красного и синего цвета также используются в торговых, но они располагаются несколько ближе к значению цены. То есть они являются аналогами moving average с меньшим периодом. Сначала цена должна преодолеть, если мы наблюдаем разворот цены, цена должна преодолеть сначала красную линию, затем синюю, и затем уже пересечь облако цен и шумоку. То есть именно в таком порядке они выстраиваются, когда мы наблюдаем по-настоящему сильное трендовое движение. Вот как это наблюдалось, опять же, несколько недель назад, когда еще только начинался этот такой сильный тренд, нисходящий по паре фунт-доллар. Безусловно, трендовые индикаторы, они потому и называются трендовыми, что куда эффективнее и прибыльнее их использовать в период трендовых движений на рынке, и в периоды консолидации они не так эффективны. Поэтому, опять же, нужно это понимать при использовании индикаторов в своей торговой стратегии. Если вы, скажем, используете трендовые индикаторы и видите, что в настоящий момент происходит боковая консолидация на рынке, то лучше пока не входить в сделку, дождаться, пока трендовый индикатор, опять же, поменяет свой угол наклона. Это очень важный показатель. Мы всегда должны ориентироваться на то, куда направлен сам индикатор. Даже если это будет Moving Average тот же, мы можем увидеть определенный угол наклона, согласно которому развивается ситуация по тому или иному инструменту. Если у нас линия направлена вниз, то покупать, конечно, так же пока не следует, даже в случае, если цена пробьет эту линию. Рекомендуется дождаться. Вот, например, мы можем отмотать несколько историю по паре фунт-доллар и понаблюдать. То есть был локально восходящий тренд, в принципе, не очень сильный. И линия Moving Average также была направлена вверх, как и облако и шумоку. После чего состоялось несколько пробоев линии Moving Average, но сама линия наклон пока свой не изменила. И вот только уже после того, как состоялся пробой и откат к этой линии, например, и мы увидели, что сама линия уже поменяла наклон, направлена вниз, появляется оптимальная точка для открытия сделки. И на самом деле нужно еще сказать несколько слов о том, какой период Moving Average лучше использовать. Выделяют, опять же, стандартные настройки в МТ-4. Это могут быть периоды 24, 32, 48, например. Но все-таки этот период лично, я считаю, недостаточным. То есть в таком случае у нас появляется довольно много все-таки сигналов, не качественных на открытие сделки. И я бы вам советовал использовать Moving Average с периодом от 50. Причем можно ориентироваться на круглые значения, например, 50, 100, 150, 200. Вот такие настройки показывают оптимальные результаты при тестировании даже на советниках. И также можно еще провести параллель с количеством дней в квартале, например, или с полугодом-годом. То есть использовать, скажем, 365-ю скользящую среднюю, либо вдвое меньшего периода. Это получается у нас 185 примерно. Либо, опять же, можно использовать квартальное значение, то есть 365 поделить на А4 и использовать именно такое. Но вот 50, 100, у нас 150, 200 – вот все-таки такие наиболее оптимальные параметры. Двигаемся дальше. Если… Давайте для интереса перейдем на другой инструмент, например, на золото, которое также нас радует своей динамикой в последнее время. И посмотрим Bollinger Bands также из трендовых. Индикатор. В чем его особенность? Его особенность в том, что он нам дополнительно еще как бы подсказывает возможный диапазон движения цены. То есть в его основе также лежат скользящие средние. Мы видим три линии, между которыми так или иначе зажата цена всегда. Мы также ориентируемся на то, куда направлены эти линии. Если они направлены вниз, то тренд нисходящий. Если направлены вверх, то уже восходящий. Здесь все, в принципе, логично. Но, помимо всего прочего, мы еще получаем дополнительные точки для открытия сделок, например. вблизи линий индикатора. О чем именно я говорю? О том, что если цена находится вблизи одной из линий индикатора, то, конечно, ориентируясь на то, что мы торгуем по направлению основного тренда, то у нас появляется точка для открытия сделки. Причем, если линии, скажем, индикатора направлены вверх, то есть тренд восходящий, мы, опять же, не торопимся открывать сделку на продажу, пока сам индикатор не поменяет свой наклон уже вниз. И, например, в данной ситуации мы могли бы не торопиться с открытием сделки на продажу, но войти легко на покупку. Когда цена вернулась выше средней линии индикатора, вообще принято считать, что средняя линия индикатора является основной в Bollinger Bands, то есть мы работаем по большому счету от нее. Нижние линии показывают такие границы, где можно поставить, в принципе, take profit, но, опять же, это не очень хорошо работает в случае, если появляется резкий импульс. Например, вот в данной ситуации цена может часто пересекать верхнюю либо нижнюю границу индикатора, и при этом мы будем закрываться по нашей сделке раньше, чем оно того, чем следовало бы. В общем, поэтому, конечно, здесь лучше придерживаться стратегии «купи и держи», вот такая больше инвесторская пословица, но, тем не менее, можно купить, опять же, при пробое средней линии снизу вверх и не закрывать сделку, пока не будет обратного пересечения. Либо поставить себе фиксированный take уже на основе других критериев, например, уровней поддержки и сопротивления, либо на основе старшего таймфрейма, например. Поэтому сейчас, так, давайте уделю буквально несколько минут вопроса. Несколько вебинаров по торговому хаосу и заодно про индикаторы хорошо, можно будет уделить этому несколько вебинаров, но, опять же, здесь нужно уточнение, наверное, от вас, что вы понимаете под торговым хаосом. Но рынки, так или иначе, с одной стороны хаотичны, а с другой все-таки поддаются анализу, причем поддаются анализу легко, за исключением того шума. Вот, наверное, вы больше говорите о таком понятии, как шум на рынке, когда мы можем видеть, скажем, большие размеры теней на свечах, либо в период выхода интересных новостей, как сегодня было по паре евро-доллар. Вот если мы посмотрим сегодня динамику, динамику, да, одну минуту у Александра пишет, что не видно индикаторы, якобы не видно рабочий стол. Насколько я понимаю, индикатор должно быть видно. Пожалуйста, напишите также обратную связь, кому-то еще не видны индикаторы. Вот если открыт, скажем, график, можно, конечно, сделать просто их несколько толще, например, вот так. Я думаю, теперь точно видно. Это Bollinger Bands. Но если кому-то так же плохо видно, пожалуйста, напишите, и уже обязательно решим этот вопрос. Хотя, в принципе, я постараюсь и далее сейчас делать такое отображение, чтобы было лучше видно. В общем, торговый хаос, скорее, да, относится к шуму на рынке. Как бороться с шумом? Однозначного рецепта нет. Нужно либо просто выбирать те инструменты, которые являются менее волатильными все-таки. Например, традиционно доллар иена и в особенности доллар-франк швейцарский считаются менее волатильными, чем тот же фунт-доллар, например. Однако в период выхода новостей здесь также появляется очень большое количество торгового шума, либо хаоса. Можно его так обозначить. Но все-таки вот хорошо. В общем, поговорим более детально в одном из следующих вебинаров про торговый хаос и сопутствующие темы. Спасибо за пожелание в любом случае. Итак, двигаемся дальше. Мы рассмотрели практически все наиболее используемые трендовые индикаторы. И я думаю, что в целом логика их использования понятна. Не торгуем против тренда, причем дожидаемся, если мы все-таки хотим найти какие-то разворотные тенденции, дожидаемся не только пробоя трендового индикатора, но и по возможности тестирования, вот как опять же это есть на этом графике, тестирования с противоположной стороны того или иного индикатора. Например, если, скажем, мы ориентировались на покупки здесь согласно индикатору и шумоку, мы не торопимся входить в сделку после пробоя, а дожидаемся отката до облака цен и уже входим в сделку от этого облака. При этом мы имеем возможность разместить стоп-ордер крайне близко к значению цены. Поэтому опять же вот в этом большая польза использования трендовых индикаторов, то что можно всегда поставить стоп в понятное место. То есть не нужно думать о том, куда его размещать. И вторая большая группа индикаторов, которую также сейчас рассмотрим, это, конечно же, осцилляторы. Они представлены также в терминале МТ4, находятся в группе, которая так и называется, осцилляторы. И здесь наиболее полезными с нашей позиции являются индикаторы МАГДИ и стахастический осциллятор. При этом РСАЙ также довольно во многих, скажем, аналитических обзорах фигурирует. Но если мы его посмотрим, он во многом похож на стахастик. Поэтому вот, говоря об осцилляторах, хотелось бы выделить прежде всего МАГДИ. Почему? Потому что есть способ использовать его более полезным. В чем он заключается и в чем его отличие, опять же, от стахастического осциллятора. Вот сейчас они оба нанесены на график. Так, я сделаю специально окна побольше, чтобы было видно. Если будет не видно, вы напишите, пожалуйста, в общий чат, и я сделаю тогда другое отображение. Вот если мы говорим об отличиях и одновременно преимуществах МАГДИ по сравнению со стахастиком, то можно выделить важный момент. То, что МАГДИ, он может считаться еще отчасти и трендовым индикатором. То есть, если мы будем наблюдать только за поведением столбцов гистограммы, напомню, что индикатор МАГДИ состоит из гистограммы, то есть это столбцы, которые либо увеличиваются в размере, либо уменьшаются. И вторая важная особенность, на которую мы обращаем внимание, это отметка 0, и относительно которой также нам важно отследить положение индикатора. То есть, если у нас, скажем, столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки и при этом растут, то тренд восходящий, во-первых, а во-вторых, есть потенциал для дальнейшего роста, потому что наблюдается своего рода перепроданность, то есть к перекупленности, значит, мы стремимся. И то есть можно покупать в таком случае. Причем очень часто появляется такой сигнал, когда сразу от двух типов индикаторов, от осциллятора МАГДИ и от трендового индикатора. Чуть позже мы рассмотрим эту стратегию. Да, она является, пожалуй, самой оптимальной. И опять же мы говорили о том, в чем отличие от стахастика, в том, что стахастический осциллятор, он более подвержен, ну, можно сказать, тому, что, в общем, больше он ложных сигналов дает, и причем против тренда предлагает часто открывать сделки. То есть без учета на тренд, потому что, конечно, с одной стороны, не является трендовым, но, тем не менее, он предоставляет довольно много сигналов некачественных, опять же, по сравнению с МАГДИ. Например, смотрим ситуацию, когда, скажем, у нас есть ярко выраженный нисходящий тренд. Предположим, вот в данный момент он начинает здесь активно формироваться. Так, сейчас я обозначу эту ситуацию. Да, вот нисходящий тренд. И при этом, если у нас инвикатор МАГДИ расположен все это время под нулевой отметкой, во-первых, да, то есть говорит о том, что покупать не стоит ни в коем случае, и его столбцы, бывает, в момент коррекции, да, несколько возрастают, но, тем не менее, вот ниже нулевой отметки тот факт, что он находится, да, говорит о том, что покупать ни в коем случае нельзя. И так оно на самом деле и есть. В то же время статистический осциллятор показывает регулярно наличие перепроданности, но это наличие перепроданности, да, по его показателям ничуть не помешало дальнейшему снижению, например, пары фунт-доллар. То есть в случае трендового движения вы рискуете получить очень много сигналов некачественных, вот, например, RSI, либо астахастика, и МАГДИ в таком случае вам сигнала не даст, либо даст вот лишь одна из интерпретаций, да, показателей МАГДИ. То есть мы говорили, что можно использовать двумя способами. Это, первое, обращать внимание на положение столбцов относительно нулевой отметки, и, второе, обращать внимание на поведение столбцов индикатора. И вот в случае, когда у нас два этих момента сходятся, то есть, например, индикатор пересек, столбцы пересекли нулевую отметку и растут, то у нас и появляется оптимальный сигнал. А если мы еще нанесем сейчас трендовый индикатор, то мы увидим, что, например, Moving Average, скажем, того же 50-го периода, мы увидим, что примерно в это же время у нас появится сигнал и на основе трендового индикатора. То есть будет сразу совпадение по нескольким индикаторам, причем индикаторам нескольких типов, и по трендовому, и по осцилляторам. И поэтому мы получим оптимальную точку для открытия сделки. Вот это то, о чем хотелось бы сегодня особо поговорить и сделать на это некий упор. То, что, опять же, если вы используете сигнал от совокупности индикаторов, причем разного типа, то получаете более интересный сигнал для открытия сделки. Вижу, есть вопросы. Первое впечатление, что осцилляторы дают сигнал примерно в одно и то же время с погрешностью в одну-две свечи. Безусловно, это основной аргумент, который выдвигают критики торговли вообще по индикаторам. Есть несколько подходов глобальных. Вы, конечно, можете торговать вообще без индикаторов, ориентируясь только на, скажем, свечной анализ либо на price action. Но все-таки начинать проще с торговли на основе индикаторов. И на самом деле они работают. Дополнительным подтверждением этому является хотя бы тот факт, что существует огромное количество советников, крайне прибыльных, которые основаны именно на индикаторах. Другое дело, что нужно точно понимать, что если вы используете трендовые индикаторы, то работать они будут очень хорошо в период трендов. То есть здесь нужен также риск-менеджмент, как и в любой другой стратегии. И важно понимание общего состояния рынка. Если вы будете грамотно использовать индикаторы в периоды трендов на рынке и будете вне рынка, либо очень аккуратны в период боковых консолидаций, то вы сможете максимизировать свои прибыли. Конечно, не нужно опираться на показатели индикаторов в моменты боковых консолидаций, либо в момент выхода новостей, например. То есть если у нас выходит какая-то важная новость, все индикаторы абсолютно бесполезны. Это на самом деле факт. Хотя, опять же, может найтись поддержка или сопротивление вблизи линии индикатора, например, тот же Moving Coverage, в случае выхода новости цена может отбиться от этой линии. Но по большому счету это все не так важно, потому что, опять же, в момент выхода новости ситуация на рынке нестандартная. Она крайне меняется. Поэтому, безусловно, использование индикаторов является также занятием не из простых. Но все-таки для начала торговли, и не только для начала торговли, она является крайне полезной. Опять же, не забываем о том, что если вы торгуете на основе индикаторов, у вас все крайне автоматизировано. То есть все ваши точки входа, выхода из сделки, они полностью известны заранее. И это исключает, опять же, влияние эмоций, например, на принятие решений. Это исключает некачественные сделки не по своей торговой стратегии. Если вы решили для себя, что торгуете, скажем, только отбой от Moving Average после пробоя линии со стороны цены, и при этом обязательно обращаете внимание на положение индикатора MACD, то у вас не будет лишних сигналов для открытия сделок. Все будет точно по стратегии. Что касается того, что индикаторы работают с задержкой, да, мы уже это обсудили. И, безусловно, это так, но, опять же, даже наличие задержки, тем не менее, помогает работать и помогает, вот, соблюдая параметры риск-менеджмента, опять же, помогает зарабатывать на рынках. Это безусловный факт. Да, опять же, можете зайти на сайт, скажем, mql5.com, сайт разработчика платформы MT4, да, и MT5, и посмотреть, какое огромное количество советников с результатами на реальных счетах основано на индикаторах. И понять, что все это работает, вот, не обязательно иметь даже какого-то советника, да, хотя, так или иначе, кто достиг определенного мастерства в торговле по индикаторам, переходит к тому, что либо заказывают советника, либо пишут сами и торгуют у них советник, а не ручная торговля, но начинать, опять же, и можно даже с солидным депозитом, будучи отнюдь не начинающим трейдером, также использовать индикаторы. То, что они перерисовываются, это тоже, безусловно, так, отрицать это не имеет смысла, но, опять же, у вас и свеча, скажем, постоянно меняет свое текущее положение, именно поэтому мы дожидаемся закрытия свечи, чтобы анализировать именно ситуацию по закрытой свече, да, например, а не на основе того, что происходит сейчас. Также в случае с индикатором, то есть мы дожидаемся, когда, скажем, закрылась свеча, то есть у нас есть точка на индикаторе, которая будет уже неизменной. То есть, скажем, смотря какой период, опять же, если у нас стоит 50-й период, например, то, скажем, вот примерно по отмеченной на графике сейчас мной промежуток, линия индикатора уже меняться не будет, будет меняться только сам ее хвост, но, опять же, после того, как закроется свеча у нас и сформируется окончательное значение самого индикатора. Поэтому, несмотря на то, что даже есть задержка, есть перерисовывание, то, несмотря на все это, конечно, индикаторы работают, что и было неоднократно доказано. Вот, поэтому, что касается написанию советников, у нас на YouTube-канале компании «Амаркетс» есть несколько вебинаров, записанных ранее по использованию, по оптимизации советников, можете посмотреть их. И, конечно, у нас есть в планах посвятить целую эфире вебинаров алгоритмической торговли, потому что, на самом деле, за этим будущее. Да, поэтому, конечно, мы… И к тому же, это, опять же, соотносится напрямую с торговлей по индикаторам. Вот. Говоря об индикаторах объема, это вот та последняя группа, которая у нас есть в терминале, нужно отметить, что как таковых объемов на рынке Форекс нет, потому что он является внебиржевым. Это означает, что каждую минуту проходит множество сделок между банками, между крупными участниками рынка, которые не фиксируются на той или иной бирже. То есть через специальные терминалы банки торгуют между собой. Да, и поэтому учесть весь объем практически невозможно. Однако, говоря об индикаторах объема, хотелось бы напомнить вам, что в компании «Амаркетс» есть собственные разработки, на эту тему. Это, конечно же, индикатор «Кайман», который вы можете найти в личном кабинете в разделе «Сервисы», который показывает соотношение текущих открытых позиций на покупку и на продажу. А также индикатор «Кайман» есть в торговом терминале. У вас, вот если вы видели с левого в окне обзор рынка, казалось бы, на первый взгляд, странные инструменты, которые содержат в себе сначала буквы «КМ», затем обозначение валютной пары, то это не что иное, как данные индикатора «Кайман». И, надо сказать, он отлично себя показал в ситуации с британской валютой. посмотрите на эти невиданные просто значения ордеров на покупку, их количество. То есть, всегда за 80%, начиная с конца сентября. И самый пик был в начале октября. 90% ордеров стояло на покупку. То есть, все покупали абсолютно британский фунт. И что в итоге получилось, мы с вами знаем. Как раз в эти же моменты времени британская валюта продолжила свое глобальное снижение. Как раз с конца сентября, начало октября, именно произошло ускорение вниз. То есть, соотношение позиций на покупку-продажу работает просто великолепно, особенно если мы смотрим в более глобальном разрезе. Поэтому каждому из вас советую с показателями индикатора Кайман ознакомиться в личном кабинете либо в торговом терминале нашей компании. И помимо этого, не забываем, что есть еще одно нововведение. Это индикатор SOT, о котором мы говорим больше в вебинарах, посвященных фундаментальному анализу, который показывает информацию от американского регулятора, рынка комиссии по товарным фьючерсам. Насколько вы, возможно, знаете. Если нет, то я вам сейчас сообщаю. Каждый крупный участник рынка американского обязан предоставлять отчетность по своим позициям. И вот регулятор, собирая всю эту информацию, публикует ее в открытом доступе. И на основе этого, этих сведений можно составить также свое представление, вот благодаря чему и появился наш индикатор SOT, который вы также можете найти в личном кабинете, и о котором мы поговорим больше вот именно в разрезе фундаментального все-таки анализа. Но так или иначе, это индикаторы, их тоже можно использовать в своей повседневной торговле. На этом хотелось бы закончить сегодняшнее занятие. Спасибо, что были с нами. Подводя итог, напомню, что мы сегодня обсуждали типы индикаторов основные, то, как их использовать, как комбинировать между собой. И надеюсь, что вы узнали хоть что-то новое. И среди большого количества индикаторов, доступных в терминале МТ-4, выберите наиболее подходящие для вас, для вашей торговой стратегии. И, что самое главное, обязательно будете этой торговой стратегии придерживаться. Запись вебинара будет, да, мы ведем сейчас запись вебинаров, она будет размещена на сайте, точнее, на YouTube-канале компании в самое ближайшее время. Также можете запросить запись, написав вашему менеджеру, либо в онлайн-чат на сайте компании. В общем, все. Спасибо, что были с нами. Успехов в торговле. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok